Около метра в высоту набрал второй этаж читальни. Такого результата строители добились за счет демонтажа потолочного перекрытия и нижнего настила. Теперь даже самые рослые посетители библиотеки не будут упираться в потолок. Пол стал примерно ниже. Настолько. Стартовали работы по преображению библиотеки в октябре 2021. Пока шел ремонт сантехнических узлов, обсуждали планировку, дизайн будущей читальни городских инноваций. Параллельно специалисты работали над фасадом, заменили кровлю, реставрировали уникальную чеканку. Сейчас больше 20 рабочих трудятся над отопительной системой. Внутренняя отделка проводит электричество. Дмитрий Захаревич знает толк в последнем. Его задача вырезать линии под кабели. Штроборез и перфоратор – главные помощники. Нарезаем штробы, укладываем трубы, в трубы укладываем кабель монтажный, в гофры, в трубы. Вырезаем коробки, устанавливаем потом в конце фурнитуру, то есть после всех монтажных работ. Сначала черновая, потом чистовая. Помимо внутреннего ремонта планируют преобразить крыльцо. Вообще масштабная реконструкция центральной идет на средства, которые читальня получила по нас проекту «Культура». Кроме того, финансирование поступило из городского кошелька. Полностью закончить запланирование должны в августе. Встретить читателей в обновленной библиотеке в конце сентября. Библиотека станет не только местом для чтения и книг, журналов, периодических изданий, а также станет местом, где можно провести время, поработать. Будут оборудованы индивидуальные рабочие места с выходом в интернет. Помимо этого, можно будет брать книги бесплатно в электронном формате, читать через приложение «ЭлитРЭС». Также появятся дополнительные площадки для людей с ограниченными возможностями. Лекционный зал на двух этажах. Плюс ко всему, бумажная коллекция библиотеки пополнена с книгами на сумму 900 тысяч рублей. Сергей Воравко, Виталий Антонюк. Программа «Город».